Привет, друзья! Сегодня на повестке дня самая свежая и актуальная – новые стратегии на ПК, которые вышли в 2023 году. Мир компьютерных игр постоянно развивается и удивляет нас своими инновациями. И этим видео я хочу поделиться с вами самыми зрелищными и захватывающими находками этого года. Давайте погружаться в мир увлекательной стратегической игры вместе. А если надумаете покупать игры, безопаснее всего делать это в магазине, ссылки на которые найдёте в описании. Age of Wanderers 4 – это продолжение очень популярной игры в жанре стратегической ролевой игры. Она перенесёт нас в захватывающую фантастическую вселенную, где мы сможем играть важную роль – роль лидера, чья задача заключается в том, чтобы привести свой народ к процветанию. С самого начала ты создаёшь уникальную расу и будешь стремиться развивать её в лучшую сторону. Как лидер ты будешь улучшать свои профессиональные навыки, так как каждый уровень игры становится всё сложнее. Во время игры тебе предстоит сражаться с различными противниками, так как завоевание территории является одной из основных целей игры. Для этого важно проявлять свои стратегические способности, тактику и смекалку. Кроме того, необходимо следить за экономикой и учитывать пожелания горожан, чтобы обеспечить комфорт и безопасность их жизни. Но одним из главных достоинств игры является визуальное исполнение, которое наделено красивыми эффектами, яркими цветами и реалистичностью. Норсгард – это захватывающая стратегическая игра, основанная на легендах и преданиях скандинавской мифологии. У вас будет уникальная возможность оказаться в необычном мире и воочию увидеть героев и врагов того времени. Вы должны основать небольшое поселение для жителей, а затем заботиться об их благополучии. Постройте несколько изолированных домов, способных выдержать суровые условия севера, а затем позаботьтесь о средствах существования своего народа. Отправляйте отряды на охоту или рыбалку и следите за тем, чтобы у горожан было достаточно еды на долгое время. Изучите окрестности на предмет ресурсов и не забудьте о диких животных, которые рыщут по окрестностям. Вооружитесь соответствующим образом и защитите окраины своего поселения от внезапных нападений. Кроме того, в мире обитают различные монстры, представляющие большую угрозу. Огнедыщие драконы, стаи нежити и другие враги хотят опустошить ваше поселение и уничтожить все следы вашей деятельности. Окажите им достойное сопротивление и научитесь справляться со стихией, чтобы ваши горожане могли спокойно жить в мире. Total War Warhammer 3 – это новая игра в серии пошаговой стратегии в реальном времени. События игры происходят теперь на землях царства хаоса, куда ни один смертный ранее даже и не пытался проникнуть. Ранее эти земли охранялись двумя стражами – империей под названием Великий Катай и царством Кислев, но теперь всему миру угрожает опасность. Скоро все может измениться и весь мир может погрузиться в хаос, а значит пришло время действовать. Отправляйтесь в царство хаоса, сразитесь с демонами, что сулят меру ужас и мрак, или же возглавьте тех же демонов и сокрушите всех, кто окажется на вашем пути. Что же до игрового процесса, так его главное новшество заключается в новых фракциях, которые вы сможете возглавить в сражениях, новых сюжетных линиях и огромном количестве юнитов, которых ранее не было в серии. Все эти новшества подарят вам возможность по-новому взглянуть на саму суть игрового процесса. Всего на данный момент разработчикам добавлено 6 фракций – 2 человеческие и 4 из царства хаоса. Но при этом в будущем фракции могут быть разделены, и плюс ко всему разработчики обещают добавить 7 фракцию. В остальном же третий Вархаммер представляет собой всю ту же стратегию в реальном времени. Все с теми же сражениями, заданиями в сюжетной кампании, строительством баз, добычей ресурсов и многим-многим другим. Стандарт Эллион Долун – это симулятор выживания в открытом мире. В данном случае инопланетном. По сюжету группа людей на спасательном челноке эвакуируется из горящего звездолета и приземляется на первой попавшейся планете. Игрок управляет командой выживших – членов экипажа космического судна. Ему необходимо заботиться о своих подопечных, обеспечивая их теплом, светом, едой, лекарствами, оружием и развлечениями. Также отряд нужно защищать от болезней, монстров, экстремальных погодных условий и прочих опасных факторов. Чтобы добыть пищу, можно заняться сельским хозяйством или отправиться на охоту. Помимо этого, надо следить за психологическим состоянием представителей человечества и повышать их уровень счастья. Каждый участник отряда – это уникальный персонаж со своей личностью, предысторией, навыками, положительными и отрицательными чертами характера. Каждое новое прохождение отличается от предыдущего за счет процедурной генерации. Сюжетные события создаются рандомно. В этой видеоигре по традиции для жанра выживания можно добывать ресурсы. Рубкой деревьев и другими привычными активностями дело не ограничивается. С неба на землю периодически падает космический мусор, что содержит в себе много полезных материалов. Присутствует возможность строить, декорировать и улучшать базу. Также игрок может исследовать технологии для расширения своих возможностей. Total Conflict Resistance – крутое сочетание стратегий и шутера, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Мы отправляемся на просторы фэнтези государства, расположив ферсел на небольшом острове, которое до недавнего времени процветало и совершенствовалось. Все изменилось ровно в тот момент, когда власти пришло время смениться, а во главу государства стал жадный, коварный и жаждущий денег правитель. Прошло уже более двухсот десятков лет, а от былой процветающей страны совсем ничего не осталось. Повсюду разруха, упадок и безработица. Нам же предлагается исполнить ответственную и важную роль – роль предводителя масштабного восстания людей, которые больше не намерены соглашаться с законами и готовы сделать все, чтобы свергнуть власть. Графика наделена реалистичной атмосферой за счет своей рисовки и звуковых эффектов. А также игроков точно порадует незаурядный и непредсказуемый сюжет, где все будет зависеть только от тебя. Акватика. Проект, разработанный в жанре стратегического симулятора с элементами стратегии, действия которого отправляют нас на просторы глубины океана. Сюжет поведает о внезапно случившемся апокалипсисе, который полностью уничтожил мир, а выжившим теперь предстояло выживать в совершенно новых условиях. Отныне раса людей будет развиваться под водой, выстраивая города и мегаполисы, развивая инфраструктуру и делая свою жизнь комфортной. Первым делом стоит отметить огромное количество возможностей по достижению цели, где ты сумеешь подключить смехалку и фантазию, создавая что-то совершенно уникальное и необычное. Авторы также дали игроку возможность полной свободы действий, отчего подводное приключение становится еще более реалистичным и интересным. Графика порадует уникальной рисовкой, массой крутых визуальных эффектов, а с помощью звукового сопровождения позволит с головой окунуться в атмосферу игры. Виктория 3. Продолжение захватывающей саги о глобальной стратегии, действие которой происходит в идеальном обществе. Действие происходит в эпоху промышленной революции, которая затронула почти весь 19 и начало 20 века. В это время больших перемен в мире вы будете отвечать за построение процветающей страны. Позаботьтесь о людях, которые станут основой вашей идеальной системы. Их потребности должны быть удовлетворены, чтобы не было голода и бунта. Не существует универсального правила, которое решит все проблемы, поэтому вам нужно действовать так, как подходит именно вам. Проводить правильную экономическую и социальную политику. Следить за отношением общества и правильно применять технологические инновации. Мы хотим избежать неравенства и классовых конфликтов, которые могут привести к вооруженным восстаниям. Искоренить преступность, поддержать вооруженные силы и найти баланс для достижения процветания общества. The Last Heaven – это стратегия выживания, действие которой происходит в разрушенном постапокалипическом мире. Лишь немногие счастливчики избежали смерти в огне ядерных взрывов. И теперь остатки человечества борются за выживание. Ваш герой должен позаботиться о небольшом поселении, которое было оставлено. Его жители пытаются противостоять жестокости нового мира, но им нужен надежный лидер. Сначала нужно подумать о пище и воде для людей, отправившись на поиски надежных источников. Изучите окрестности, соберите информацию и посмотрите на произошедшие изменения. В своем путешествии используйте высокотехнологичные ресурсы и предметы, которые вы можете найти в округе, чтобы помочь себе. Мирный образ жизни жителей деревни быстро понравится охотникам, поэтому вам нужно будет создать сплоченную всестороннюю защиту. Используйте имеющийся арсенал для борьбы с врагом и уничтожьте всех, кто пытается подойти слишком близко. Улучшайте свое оружие и снаряжение, чтобы противостоять врагам. Возьмите под контроль свою общину и следите за каждым своим шагом. Age of Empires IV – стратегическая игра действий, в которой происходит в режиме реального времени. Четвертая часть серии порадует массой обновлений и нововведений, а также позволит нам стать полноценной частью событий за счет реалистичной атмосферы. Возьмитесь за исполнение роли главного героя и смело отправляйтесь защищать свое государство от коварных оппонентов. Помимо сражений с противниками, вы будете исследовать многочисленные локации, добывая ценные ресурсы и заполнять арсенал мощным оружием, а также стараться развивать свое государство, постепенно ведя его к процветанию. Бери под контроль мощную армию и становись на пути сопротивления, чтобы ни один, даже самый коварный враг не сумел воплотить свои планы в жизнь. Подключи отвагу, хитрость и навык стратегического планирования действий. Ведь во многих моментах соперника можно будет победить не только силой, но и смекалкой. Что касается графики, то она также была улучшена и стала еще более атмосферной. Gen Spice World – стратегический игровой проект, где все действия будут происходить в режиме реального времени. А нам предстоит с головой окунуться в атмосферу вселенной Дюна. Ты исполнишь роль главного героя, который является главнокомандующим одной из фракций, являющейся участником сопротивлений с другими фракциями за власть над пустыней. Тебе необходимо подключить навыки быстродействия, смекалку, а также продумать правильный стратегический план, который поможет быстрее и эффективнее добиться желаемого. Враг будет достаточно хитер и коварен, поэтому ты должен быть готов к любому неожиданному повороту. Развивай способности и навыки главного героя, проходи испытания и решай головоломки, постепенно оставляя оппонента позади. Игра довольно разнообразная и дает массу возможностей, которые ты можешь эффективно использовать для успешного завершения миссий. Также не может не радовать и визуальное исполнение, которое проработано до деталей, обладает приятной анимацией и яркими красками. А общая атмосфера здорово дополнена с захватывающими звуковыми эффектами. Вот и подошел к концу мой обзор новых стратегий, вышедших в 2023 году. Будущая игровая индустрия обещает быть захватывающим и полными неожиданностей. И я уверен, что нас еще ожидает множество увлекательных и неповторимых игр. Не забывайте следить за обновлениями и новинками на моем канале. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.